В фойе культурно-спортивного центра «Мечта» гостей праздника приветствовали торжественные аккорды городского оркестра. Сначала душевные чаепития и осмотр выставки картин участников Великой Отечественной войны. Полотна написаны настолько проникновенно, что излучают свет и тепло. Многих авторов работ с нами уже нет, а те, кто держится в строю, радуют своим присутствием на празднике. Иван Сманцер ушел на фронт в 18 лет. Воевал на Калининском, Западном и Втором Белорусском фронтах. Дошел до Восточной Пруссии. Награжден медалью за освобождение Белоруссии. Мы уже прожили большую жизнь. Мы всегда говорим молодежи, почитайте ветерану. Ради их вы живете, вы учитесь, вы существуете. И сейчас не случайно, вот этот праздник, он имеет большое значение не только для нашего народа, но и для всего мира. Для участников фронта партизана Смоленщина Николая Орлова День Победы – это двойной праздник. 9 мая он всегда одновременно отмечает свой день рождения, который символично совпадает с рождением новой мирной жизни советского народа. Праздник, он всегда есть праздник. Тем более, это праздник Победы. Праздник Победы, который позволил нам вернуться всем домой, позволил нам продолжать жить. Ну и, чтобы вам, молодежи, было хорошо жить, мы все-таки вложили определенную лепту. Праздничный концерт начался с торжественного и строгого суворовского вальса в исполнении юных артистов. Теплые слова со сцены в адрес ветеранов прозвучали от депутата Московской областной думы Ларисы Лазутиной, генерального директора Мособлгаза Дмитрия Голубкова и мэра города Одинцова Александра Гусева. Огромное спасибо я хотел бы сегодня сказать ветеранам Великой Отечественной войны, которым, естественно, из-за здоровья, из-за возраста, сегодня очень трудно бывать на всех наших мероприятиях, посещать детей в школах, в детских садах, на больших мероприятиях общегородского масштаба. Но все равно люди, которые находят силы и приходят, им огромное-огромное спасибо. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Слова знаменитой песни подчеркивают, что в нашей стране праздник Великой Победы дорог каждому. Ежегодно его ждут миллионы людей, чтобы еще раз сказать спасибо всем, кто защитил Отечество от натиска врага. Екатерина Стросветская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.